И разведники зловили наводчика, который коррегировал этот огонь. Я думаю, что они, очевидно, не знали, что мы будем на этом блокпосте. Но наведнику было данное завдание наводить именно на этот блокпост. Это вы наводчика показываете? Вы хотите допрос прямого фига сделать? Да, это наведник. Представьте, расскажите людям, у вас вся страна видит, кто вы извините. Это Исасий Васильевич. Сильнейшее, говори. В Луганской области, города рубежные. Чем займался? Где тебя взяли? Взял после Первого Майска. Чем ты займался? Я был корректировщиком. Корректировщиком чего? Градов. Градов. Что ты сегодня делал? Я получил приказ корректировать огонь. Олег, у меня, если можно, другой вопрос. Сколько раз вы сегодня выстрелили по блокпосту? Я в сети разы. Корректировщиком. Питает ведущий, какая освета, можете ли вы работать? Расскажите, где вас учили в корректировании? Меня учили в Российской Федерации. Где? В ФСБ Подмосковье. Сколько времени вы там провели? Я три месяца там обучался. Он три месяца обучался в Подмосковье на базе ФСБ. Отримает полторы тысячи долларов зарплаты в месяц за корректирование. На его совести много убитых украинских граждан. И, потому что он наводил гради, наводил минометы. Хорошо, Олег, спросите тогда, пожалуйста, этого человека, просто кратко, пусть он расскажет, как выглядит корректировка огня. Несколько пунктов, что он конкретно делал. Расскажите, как выглядят корректирование? Расскажите, что конкретно вы делаете? В чем полягае корректирование огня? Я сижу. Игрен, мы делаем замок. Душе говорим. Беды людькой. Я вижу издалека блокпост. Так. Говорю туда командиру. По телефону, или как вы это делаете? Да, по телефону. Один выстрел, он стреляет. Я ему подсказываю. Левый, правый. Дальше ближе. То есть, чтобы попасть в цель. Сколько раз вы это делали? Ну, хорошо. Красавица. Сколько месяцев вы служите в этой ЛНР? Два месяца. Сколько грошей за этот час вы отримали? Угу. Здесь у нас очень активно. Да, Борислав. Песня, давайте мы не будем премистративать украинцам сегодня. С нами присоединился Борислав Береза. Я всем отъявлю. Да, да, дадим ему слово. С минуткой. Оксана. У Борислава есть вопрос, на сколько это нужно? Секундочку. Я прошу, можно тишину? Понимаете, как бы мы ни относились к тому, что мы видим на экране, я очень прошу. Украина не воюет. Давайте не все сразу. Скажи, чтобы не склали сброю. Если есть вопрос к господину Лешко или к человеку, которого он привел, подвел к камере, пожалуйста, по очереди. Можно? Борислав Береза. Я прошу прощения. Добрый день всем. Да. Я не знаю, честно говоря, кто этот человек. Я никогда не видел так близко российского корректировщика, пойманного в каких-то необычных условиях. Но самое главное, все, что я могу сказать... Артем. Ну да, Борислав, я расшел, конечно, не похож, но мы тоже мало кто знаем, как выглядят корректировщики, хотя, конечно, вряд ли. Давайте реально говорить. Человек, слушайте, я не знаю, может он и правда русский наемник, может он еще где-то привезен откуда-то, может он сумасшедший полоумный, которого вы нашли. Все может быть, в этой жизни может быть все, что угодно. У меня только один вопрос. А он уже не хочет это слушать. Восстановите связь, пожалуйста, если можно. Связь восстановите, пожалуйста. У меня был только один вопрос. Ну, давайте честно. Ощущение о том, что человека поймали в прямом эфире допрос... Мы уже когда-то видели допрос в полуголом виде в автобусе. Теперь в одетом виде, но не в автобусе. Давайте из войны не делать шоу. Давайте, да. Давайте вообще.